ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЁДА Крупная компания по диагностике и тестированию мёда и продуктов пчеловодства Вот сейчас попробуем пообщаться с ними Я думаю, что так Я не уверен, мне нужно поговорить с ребятами Дай мне одну секунду ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЁДА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЁДА Здравствуйте Здравствуйте А мы напрямую поставляем? У нас нет институтера У вас нет институтера, да? Зачем? Это Евросоюз мы напрямую поставляем А Это дешевле и проще, без посредников Я понял Вы из Латвии, из Белоруссии работаете? Да, конечно А в Белоруссии вы берете мёд? В Белоруссии нет мёда Скажем так А в России? Одна компания, где-то на границе с Латвией Но она очень маленькая В принципе, я не налез не делаю В России есть, да Берете мёд, да? А какие требования к мёду, когда вы берете? Нет, мы мёд не берем Мы поставляем оборудование для лаборатории А, для лаборатории И они там уже проверяют Хорошо, а какое оборудование есть? Ну, в принципе, вот вся лаборатория, которая нужна Один прибор делает анализа на все антибиотики Сколько стоит? Сколько стоит? Всё это мы не предоставляем коммерческие предложения Для каждой компании отдельно Ну, ну, примерно У меня шесть магазинов в Белоруссии До 50 тысяч до 70 тысяч Но в Белоруссии есть дистритор Так, дело в том, что это в основном где-то частное нужно Государство, но оно сколько государство не заинтересовано Ну, в принципе, когда... Сейчас подойдём, посмотрим, что стоит оборудование Ну, мы будем иметь с вами отношения... Конечно Я буду в Миске... Тестировать можно Я буду в Миске в течение 3 недели Ну, тогда заводиться на компанию в Миске А можете рассказать, вот какое оборудование для чего в частности вот? Смотрите, то есть, идёт главный бичиповый анализатор Это что измерять? Это измеряет антибиотики и пиститы в меде Это очень важно То есть, что мы делаем? Мы не делаем каждый антибиотик отдельно Он выдаёт сразу несколько больших групп антибиотиков Ну, в Китае 32 вида сразу Американское оборудование стоит Я ездил в Китай 32 вида антибиотиков Это какой у нас? Кроматограф? Ну, да, да, да Сколько там стоит один анализ? Нет, очень нормально Мы ехали с ветеринарами Белоруссии Для того, чтобы разобраться Леонидович, дайте рассказать 450 евро минимум будет цена на один анализ Здесь будет не больше 80 На все виды антибиотиков Все виды И также кроматограф занимает минимум полдня на одну пробу А здесь? Здесь я могу сделать 70 проб за полдня А какой смысл на 80 делать, если они у нас в Белоруссии не встречаются? Потому что есть такие компании, например, как наш клиент Которая требует У него может быть 70 поставщиков за один день Ему нужно это всё скоммунизировать и отправить на Европу Поэтому им нужно большое количество проб Сразу проверить все антибиотики Потом только делать пол, смешивать И только потом уже отправлять дальше на Европу И данные все на компьютер поступают? Да, данные поступают на компьютер Которые можно сразу распечатывать на фирменном бланке Выходим сразу же из принтера А вот рядом это для разбавления стоит? А здесь... Знаешь, что это сейчас не работает? Нет, то есть мы... Так вот у нас тут две чипы То есть вот это вот 9 проб 9 разных поставщиков мёда, к примеру, да? Угу, угу, угу Это ещё 9 Угу, угу То есть в принципе здесь мы тассируем где-то 18 тонн мёда Угу На антибиотики Угу, угу Угу Он закрепляется Мы его оттаскиваем Угу Добавляем сигнальный реагент Вставляем его в прибор Угу Угу Три минуты позже нам выдает Точную концентрацию антибиотиков По каждому терпу Все сутболамиды 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 Вот здесь 15 разных видов антибиотиков По каждому он выдает Какая концентрация Угу Отлично Это даже можно, наверное, проверить, что мы отравили в чём Конечно То есть в мёде Ну это хроматограф Серьёзный Серьёзный профессиональный хроматограф И тут обработка рапса Потом чёлы пропали И мёд По этому мёду Мы можем определить, поступил ли мёд Мы можем проверить, да, наличие Каким пестицидом, да, обрабатывали? Да Пестицидом будет готово к январю месяцу То есть у нас в принципе чипы есть Это отдельно? А, чипы будут Да, просто нет пока методики на это Мы официально ещё не выпустили Я знаю Это очень хорошо А тут прогресс большой Просто американское оборудование Вы не сможете нормально использовать официально У вас в Беларуси Потому что нету госстандарта У него есть Так, скажите, сколько стоимость Этой аппаратуры всей будет вставлять? Около 70 тысяч евро 70 тысяч евро Для хорошей крупной лаборатории это нормально В принципе У нас в молокозаводе В молокозаводе есть Молокож в Беларусь поступает На проверацию В Латвии стоят такие приборы, да? Два Два, да? Один стоит в центральном министерстве юстиции На наркотике Вот так А второй стоит в каком-то институте Не помню в каком А в Беларуси где? В Минске есть такие, да? На молокозавод? Мы в Беларусь только-только вот сейчас начинаем поставлять И вот знаю, что первый сейчас у нас клиент, который будет Это молокозавод Потому что мы можем Сделать анализ всех антибиотиков в молоке На одной биочипе И почти 90 разных антибиотиков О, серьезно? За 15 минут То есть Все пулы молока вставили Пили, проверили Если все чисто, все Так А вот этот аппарат Это что? Это прибор для глюкозной фруктозы Эмилаза, диастаза Цукроза И цветности меда В меде И сахароза Тоже? Да Это экспресс быстро делается, да? Да В принципе, это спектрофотометр Который полный автомат Точно нужно потом ничего почитывать Самому Это полный автомат Сам все делает Цветность меда определяет Без ним не нужны никакие реагенты Здесь 15 минут, анализ готов Отлично А сколько сам прибор стоит? Такой прибор стоит 8000 Угу Но он не определяет все мед Он только определяет Не, ну конечно Ботанический состав Тоже есть состав Есть электронные микроскопы Да Электронные и там тоже автоматика Ну понятно Да, серьезно То есть производство это все Америка, да? Британия А, Британия Ясно Ну супер, что есть представитель в Беларуси Если такой вариант с Азрейд То можно договориться, оплатить исследования Но у нас часто спрашивают мед Катар, Дубай Но мы не начали поставки Но они хотят Берем визитки и демонстрируем вас у себя Визитки тогда раздайте нам У меня, я последний А, последний, вы забрали Ну все потом поперепишем Компания турецкая Производство меда, сотового меда Интересно посмотреть Сейчас покажу Как он Представлен В коробочках И на подставочках Круглые такие специальные отставочки делает Упакованы красиво Вот домик специальный сделан Подсотовый Уживая Наталья Среди Уживая 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 Ворота Уживая Пробавим меда Компании из Африки представляют свою продукцию, в основном это меда и различные напитки медовые. Смотри, мозг у них все есть. Это вообще красавцы, красавцы. Очень много, линейка большая в производстве и мыла, и кремов, и различные рассосовки медов. Ну и тоже и девушек, и ребята такие, ничего себе. Нормальная в YouTube, нормально. Хай, хай. В рядах можно находить бесконечно. То есть выставка масштабная достаточно. Иранская компания по производству оборудования, в частности улей, пластиковые кормушки, изделия из пластика для мотководства. Ну, видимо, только часть того, что они представляют, представляют. Иранская компания по производству оборудования. У вас есть пластиковые кормушки? Извините. У нас слишком много. Интересное решение подставок. В Иране вот такие подставки под улей. Сборные пластики и легкие алюминия. Вот как они работают, Иране, посмотрим. Стоят эти, в чем работа еще. В долине такой размещается, видно, что... Именно даже с Горова с Абонтикой какое-то разноправие. Горная. Многокорпусная система. Рамка. Рутовская, наверное. И надставки на полурамку. Андрей, ножки для чего? Подставка под улей. Нет. Тоже чтоб не залазили вот. Может в Муравли или Скорпионы. Нет. Это просто подставка. Минские всевозможные. Работают они. В этой подставке сразу идет жесткое закрепление. Прямо с ульем. Снимается жестко достаточно. Не, оно снимается. Ну снимается. Не снимается, оно там сделано. Просто здесь снимание снимается. Рамочка. Это рутовская рамочка. Стенка улья вот такая вот. Тоже скомбинирована с пластиком. Ну что, брат сажается. Поговорить сейчас. Снимаем вас. Вот компания из Украины. Сколько стран вы сейчас мед поставляете? Более 10 стран. И какие разновидности? Сколько у вас медов есть? Посмотрите, у вас есть два вида. Это жидкий мед и крем-мед. У нас есть крем-мед классический. Гречка. И также крем-мед с добавками. Крем-мед с шоколадом, с лимоной мятой. И кмель, и манграс, и клюква. Уникальные рецептуры, которые разрабатывали наши технологи. Над ними работала целая команда. Это своеобразный ноу-хау. Уникальный рецепт вроде. Поэтому рекомендую попробовать. Да, пробовали. Спасибо. Очень вкусно, кстати, попробовать кафе. Они все вкусные. Смотрите, вы что любите больше? А вот это с клюквой. У нас в Беларуси очень много тоже клюквы. Скорее всего, где-то близко к вам. Так, клюква у вас находится близ Киевом. Занимается распасовкой. И вот второй год начали заниматься производством кафе. Медом. Как блендер огромного размера. Компания с Прибалтики, с Литвы. Производство пластиковых изделий. Ну, в частности, интересная такая вот, небольшая для выколачивания перги. Перговая такая машинка. Вот пергу выколачивают маленькую машину. Ну, вчера мы видели. Ну, простая машина. Я заговорил. Да это херня. Ну, конечно. Но у них побольше есть. Кормушечки вот по 8 литров вмещают объем. Не, так ты хочешь Василенко подсадить с елки-палки. Так, а у меня катушка на 10 литров. Вот здесь, не сдавай, вон, вещь большая. Ну, да, 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 да. Ну, они не сами производят. А может и сами. О, вот такая машина. А вот так. Ну, я уже вытавливаю. У нас есть... Вот Янис вон цепит вон. Да, да, да. Это вы из какого города? Эээ... Дрианэк. Это... Лат, Литва. Да, Литва. Вот смотри, вон как закидает, видишь? Дой копчок. Китайская компания. Дой копчок, да? Для ядосборников. Да. Ну, там этот убрали, смотри. Вчера, который круче был, этот забрали. Да. Деревянный такой был. Ну, тут конечно. А это вот так. у нас идут от батарейки 12 вольт. А... Да... Да, да, от аккумуляторов. 12 вольт. Здесь Волганский компания... Здесь перевернут, склеили жалобы. А что это? Иранская компания. А, может и здесь есть. Иранская компания. Но вот... К сожалению, не удалось показать ядосборник иранский. Вот. Все хорошо. Да. Да. Так. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы сейчас пойдем в павильон, где мед турецкий выставляется ДимаTorzok 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 Мед 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 Крупная компания с Алтая Сам учредитель организации Очень известен, популярен по России и нас, Белоруссии. Сколько видов у вас продукции на сегодняшний день? 350 видов. На травах, на бальзамах. Здесь только представлено сколько. Выставка размещается на здании на 5 этажей вниз. То есть все 5 этажей полностью под конференцию Апимондиа. Электронная регистрация, вход, однодневный вход стоит 59 евро. На 45-м конгрессе только письменичная Чупакина, руководителем организации Аградьерного господа. Вообще выставляется на Агро здесь, на Апимонди, сколько стран выставляется, не знаете? Больше 100 стартов. Вот такие дни. Все дни мы находимся здесь, гуляем, отдыхаем. В следующей неделе смотреть на видео, общаемся. Там очень много компаний, которые руководители, где можно видеть только на видео, на сайтах, вживую пообщались. Вот один павильон полностью выделен для турецких компаний, ассоциаций пчеловодов с экспозициями меда. Отдельная павильонка одной. Здесь уже можно посещать всем с улицы, различные компании. Смотрите, какие растения. Да, поубегали что-то они сегодня половина. Лифа турецкая. Видимо. Здесь идет полным ходом продажа меда различного. Красиво оформлен в баночках таких, сотовый мед. Открой, да, открой на баночках. Красота какая. А вот. А вот. А вот. Вот. А вот. Вот. Оформление. С тех культур, с которых пчелки собирали. Колючка какая-то. Каштан. А вот. Видишь. Вот. Деревянное оформление. Таких вот. Контейнеры очень красивые. Мёд. Вот. Или еловый, как они называют. Тrolling так. Пистолкий мед. Тşallah. Танanimный мед. Цена на мед у них Значительно выше и дороже Чем наши Мы считали 30 долларов у них Литровая банка меда Получается Различная фасовка В основном все в стекле Крупная компания Со своими брендами Форма она очень красивая Очень красивое оформление Стендами Баннерами Каштаны Каштаны едят Съедобные Каштановый мед и сами каштаны Несъедобные Съедобные каштаны Каштаны съедобные? Заросли каштаны Угу А вот смотри как сделает экспозиция Вот там такое Что уголь добывает или что? Что для чего тачка поставили? Мы здесь были В этом районе В этом районе Окей О, сколько людей Это какая-то экскурсия Башко Возможно Пискатусия Простать Идти Центральная мечеть Стамбула Султан Ахмед Здесь они все молятся Уже сидят Наверное Амула посередине Вот этот Который Все там плачет Он Которая Аз Простать Аз 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 Треста Ирис Ирис Треста Аз Аз Нехал Аз 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 Геро Аз Аз Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...